привет ребята привет ребята мы снова с вами передача отдел хоккея павел лысенков максим и лебедев виталий славин виталий славин в модной кепке и сергей гимаев кружочки дистанционно но с вами все равно мы говорим про нхл или оба нхл как правильно про нхл или оба нхл и так и так и так да национальная хоккейная лига и уже две команды как минимум то есть мы сейчас записываем передачу она выходит через несколько дней но мы не ошибемся во времени потому что там по эдмонтон уже вышли мы хотим сделать акцент на этих командах потому что может быть даже это будет финал финал мечты почему бы нет с одной стороны конор макдэвид с другой стороны андрей василевский да и интересно что макдэвид раз за этого набрали абсолютно одинаковое количество очков по 26 у них абсолютно одинаковое количество матчей голов передач то есть это словно сиамские близнецы и они они конечно прям не знаю поставил их новый тренер эдмонтона в одну тройку добавил к ним эмандер и кейна не стал мудрить не стал их разводить по разным звеньям сосредоточил все силы в одной в одной ударной линии и рекорд всех времен это уэйн грецкий 47 очков он однажды набрал за плей-офф на втором месте марио лемье 44 очка ну представляете два раунда все прошли в этих уже по 26 очков то есть ну представим если вдруг это возможно они таким макаром на макар макар кстати да вот защитник колорадо есть и таким макаром они могут набрать 52 очка за маг макаром может не дать из колорадо пройдет за сезон невероятно невероятно и начнем с виталия слайна виталий твое впечатление начнем об эдмонтоне эдмонтон послушай это помнишь кстати восьмидесятых эдмонтон насколько он похож на этот эдмонтон вообще не похож потому что там все сосредоточить на грецком там была на убойная команда машина там там было две тройки сумасшедшие полюс это вратарь фьюрпс защитник кофе андерсон раз миссия миссия кури ну там кури игра а главное что другие команды тиканин тиканин с кем играл не понял потом потянулся позже но зато шесть кубков сцены взял так ну нельзя странно здесь все таки смотрите два человека делал смотрите что интересно вот давайте сказал при своем сиамские бледенцы я смогу сильной сменой переиграть но могу потом еще продолжить давай не сиамские бледенцы как вы думаете кто сейчас в кубке стэнли лидирует по плюс-минусу магдей 19 плюс 19 а у драйзателя плюс 7 играет в одной троечке вроде плюс 12 другой важный момент они по средней результативности по очкам за игру 217 а вы знаете такое 217 за всю историю инхэл который более 100 лет как вы думаете они по 12 матчей сыграли если взять 12 матчей плюс у кого средняя результативность больше чем у этой двоечки у грецкий да а второй месье ой лимье молодец у грецкого три раза набирал он сейчас рекордсмен 261 у грецкий потом он набрал еще 240 еще вот он 238 так и лимье 227 у наших ребят 217 но опять же нельзя странно там другая другая была эпоха я согласен как бы журналистом канадский написал про макдэвида если бы он играл если бы хоккей восьмидесятых годов перестал или его перебросить восьмидесятых годах он бы набирал там по 600 очков 600 очков не набирал на 200 очков я думаю он стабильно набирал грецкая один раз только 10-12 набрал что дальше хочу сказать 15 грецкий рекорд в регулярном хорошо 10-15 но я помню что 202 12 я посмотрел эту серию с калгари где по-моему мы все отдавали предпочтение кроме тебя нет я калгари отдал я думал система грецкий грецкий тоже проколол и грецкий грецкий кстати два прокола в двух случаях то есть он ставил на флориду и на калгари обломился уже обломился два раза ну вот так и так значит эдмонтон выиграл у калгари 4 1 серии только первый матч прыгал 6 9 и как вы думаете из 25 шайб калгари скольки recording in progress скольким голом приложил руку вот этот наш дуэт как думаете сколько шайб из 25 организовали макдэвид и драйзайтель как думать сколько больше половины много 18 18 шайб представьте вот последний матч сейчас они выиграли в овертайме 5-4 гол забил овертайме макдэвид естественно а у драйзайта 4 передачи я согласен что главное что произошло что макдэвид убрали с центра убрать из центра его избавляет оборонитель функций то есть он драйзайта там ковыряется сзади и сосредоточен на передачах а наш герой может обвести всех и сам забить и отдать то есть вот я смотрел матчи ну я почти все смотрел как только выходит макдэвид сразу астрота возникает чем из ничего вот как последний матч они гол забили в овертайме да из ничего почему у калгарь была ведущая пятерка на льду там были ткачук и линхальм и гадро и ханифин защитник они вдвоем обыграли четверых макдэвид прижал там это ханифина в зоне тот отдал пас не точно на гадро драйзайт перехватил пас этот отдал центр макдэвиду этот спокойненько на него пошли двое токачук и линхальм он спокойно положил шайбу ближний угол то есть вот это это то о чем говорил тарасов когда писал о харламове вот у макдэвид это идеально это сочетание трех карастей то есть скорость бега на коньках скорость мышления и скорость исполнения приемов вот это идеальный игрок вот а кучер вот это не скажет у него вот не знаю может сергей может может поспорить или он с вами не слышишь мне интересно кучер все-таки по скоростью уступает макдэвиду у него по крайней мере такую рывкаристу все-таки вообще макдэвиду уступает любой игрок мира ну как но мы все кроме матча света россияне но по мышлению может быть и по исполнению может даже его превосходят но у него нет таких трех карастей у харламов были эти три скорости мне кажется у федоров и три скорости были были три скорости Так Ты заигрался Сергей, у меня к тебе вопрос Подожди, у меня вопрос к Сергею возник Продолжение мысли, потому что Я читал даже новости Прямо они спрашивали, журналисты У самого Саттера, Дэрила Саттера, тренера Калга Ну как, ну как остановить Макдейда, что вы должны сделать Он говорит, ну а как мы его остановим И Никита Задоров, он очень прибавил в этом сезоне Он качественно вырос Как защитник, мне кажется, он начал игру Даже понимать по-другому при Саттере Но при этом в серии с Эдмонтоном У него там вот эти все косяки Там все говорят, ну Задоров Но вот ты мне объясни, Задоров же у него Именно вот такая есть черта Что он персональщик вроде бы Он хорошо закрывал в регулярке Звезд чужих команд И вот выпускали даже часто, нейтрализовывают У него высокий там коэффициент Статистика, которая продвинутая считается, это видно Но ты объясни, как защитник Как вообще останавливать такое звено Кейн, Драйзайтл, Макдэвид Или они гарантированно будут выигрывать теперь кубок Стэнли? Как их остановить? Проблемы реальные Того же Задоров, да, уже сказали Если брать регулярный чемпионат, он у него удался То сейчас в серии с Эдмонтоном он Очень средне играет Можно сказать, даже слабо проводит Сколько шайб было из-под него заброшено Ну и, конечно, просто удушевленно играет Тройка Макдэвида И Драйзайтл Тоже рекорд поставил В пяти матчах 15 передач Отдал, по-моему, там Какой-то тоже Свою статистику поднял прилично Что касается Задорова То, ну, сложно И вообще, в принципе, не так много, наверное, защитников в мире Которые могут противостоять Макдэвиду Потому что, ну, Макдэвид, мы видим, что он творит Ну, а когда рядом с ним еще есть Игроки такого же высокого интеллекта Прежде всего, я говорю про Драйзайтл То тогда получается, что ты не можешь индивидуально играть с Макдэвидом Потому что там угроза идет от любого из них И Кейн, как влился Но Кейн, в принципе, там особо много вливаться-то и сил-то и не надо было Когда ты играешь с Драйзайтл и с Макдэвидом Там, в принципе, ну, чуть ли не, конечно, не любого можно поставить Но много кто с ними раскрылся в тройке Поэтому даже не знаю таких игроков Которые могли бы полностью нейтрализовать Тут скорее, наверное, шанс у Калгари был в том Чтобы против других троек играть эффективнее Против других звеньев забивать свои голы Чтобы компенсировать как раз атакующий потенциал Этого первого ударного звена При том, что вратарская линия у Эдмонтона достаточно посредственная Но мы видим, что хватает Эдмонтона прежде всего И воодушевляет игра вот этого ударной тройки И, соответственно, все остальные тоже чувствуют, что у них есть вожака в лице Ну, даже, скорее, два вожака в лице Макдэвида и Драйзайтл И, конечно, им главное не испортить, не напарить, сыграть строго А эти уже все сделают Максим, знаешь, как надо остановить Макдэвид? Самый действенный способ Нет, я просто сразу... Нет, нет Поговорки, да, да, да Поговорки лезут в голову Первая, подожди Первая поговорка Чем больше шкаф, тем громче падает Вторая поговорка русская по поводу того, что все яйца в одной корзине То есть, получается, в Эдмонтоне сейчас все яйца в одной корзине А завтра выйдет кто-нибудь, поднятый из фарма, с задачей сломать Макдэвида Возможно такой вариант? Да Ну, мы видели на примере того, как Кадри, умышленный или нет, врезался в основного вратаря Биннингтона И тот вылетел на всю серию, и так или иначе он брал лидера Труба, как Кросби там приложил Труба, да, приложил Кросби Ответь на вопрос про Макдэвида Я вот такой увезу Самый действенный способ Самый действенный способ Ломать? Нет Самый действенный способ это подписаться на Типс.премиум На Типс.премиум Потому что наши друзья-партнеры Типс.ру Это маркетплейс спортивных прогнозов Дарят всем своим премиум клиентам 7 дней экспертных прогнозов на спорт Регистрируйся на Типс.ру и подключай Типс.премиум Типс.премиум, твоя уверенность в будущих победах, ссылка в описании Вот когда у тебя есть Типс.премиум на льду Ты вспомнил еще одну поговорку Что на каждого волка есть свой волкодав На каждого змею есть свой змеелов Можно так сказать, да? Я понял Виталий Василевский Василевский у него очень такая черта есть хорошая Он клинчевые матчи Знаешь, что он клинч? Это вот когда серию можно выиграть Ну да Вот у Торонто Решаешь Торонто 10 матчей клинчевых плови-офф Они проиграли все 10 То есть они с 20 последних лет никак не могут взять серию Даже когда ведут 3-1 А Тампа, когда у них клинч То Василевский в 7 матчах пропустил только один гол И он все время делает сухарь Вот такой Василевский Вот как представь финал против Макдэвида и Дрозайтова Замечательно Что будет? Это мечта Я думаю, мечта всех Мечта Инхэлла Мечта всех любителей хоккея И ужас для Василевского Представляешь, какой кошмар будет Да нет, мне кажется Там вот в чем сила Тампы Вот что это истинно кубковая команда Мне кажется, еще Эдмонтон не прошел настоящей кубковой проверки Потому что Лос-Анджелес Так, они там Мне кажется, вообще слабейшая команда была Они даже 100 очков уже не набрали В регулярке Кто? 96 Лос-Анджелес Ну это да Они удивили, что вообще клое кубки Да, да То есть там они С таким составом Эдмонтон был фаворит И то они там, по-моему, проигрывали 3-2, что ли? 3-1 серия Да, да То есть они там, может сказать, отскочили То есть есть какие-то противоядия против... Как обыграть В Калдаре, видишь, оказалась команда вообще какая-то раскладная И пушистая А Марксин вроде так уже на визину претендуют Так я тебе об этом и говорю Что вратаря, которые претендующие на визину Порвали его и сделали посмешищем Вот эти ребята Ну правильно Ну он кубок Стэнли не выиграл А извини, Вася наш выиграл кубок Стэнли И MVP плей в прошлом году стал Вратаря не все, вратаря зависит Нет, я тебе говорю о том, что команда... Подожди, подожди Посмотри Пацаны, они открыли статью Кстати, кто по блокам лидирует Я думаю, наверное, там, наверное, будет лидировать по блокам Пацаны, естественно, шайбу на себя принимают Там до вратаря ничего не долетает И чистят отскоки все Вот они нашли свою игру с Торонто Они Торонто, когда обыграли Там все висело, по сути, на волоске А в Торонто, я думаю, атакующей мощи Не меньше, чем в Эдмонтоне Там два человека А там четыре такая балда В Торонто И то наши их Ну, я считаю, тампы это наши Прошли их Так что потом Сейчас они обыграли Каролину Который больше всех с шайб забросил Какой-то там рекорд, по-моему, в 21 веке, да? Столько шайб не забросил Флориду Флориду А я же сказал, что... Каролину Извиняюсь, Флориду, да Потом уж победит регуляр А сколько они шайб забросили? Виталий, опять заигрался Да нет, я к тому, что... Нет, я к тому, что... Ты должен формулировать мысль четко, за минутку Я к тому, что вот это будет идеальный финал Где вот как раз больше шансов будет у Тампы И как раз мы увидим, за счет чего можно обыгрывать Сергей, смотри, такая тема Когда клинчевые матчи происходят у Тампы И вот эти семь матчей, да? Шесть с Ухарей и Василецкого Практически всегда, кроме последнего случая с Флоридой Когда он сделал 44 сейва Он делал обычно там 19 сейв, 18 сейв, 21 Это говорит о том, что не просто Василецкий там в клинчевых матчах был богом А именно вся Тампа так мобилизовалась, что в обороне играла решающий матч крайне очень надежно Вот ты как защитник скажи, как вот когда проводишь такой решающий матч Помогаешь своему вратарю сделать Сухарь Насколько сумасшедшей мобилизации там может быть? Вот когда 19 бросков, поворот, понятно, что именно вся оборона играет как просто по 10 блоков каждый защитник Ну, во-первых, Тампа уже два кубка выиграла У них опыта предкубкового опыта предостаточно И как раз вот такая игра организованная, самоотверженная В довесок к тому, что они имеют таких исполнителей, как Кучеров, Поинт, Стемпкос Да, сейчас Поинт не играет, но как играет Кори Перри сейчас великолепно И плюс ко всему, конечно, организация игры играет многое Тут главное что? Василевскому главное ловить свои моменты То есть прямые броски Защитники Тампы здорово играют на отскоках Но даже если мы видим, когда защитники Тампы не успевают на эти отскоки Или какие-то провалы, хотя их не так много, но они есть То Василевский, конечно, включает режим какого-то монстра И просто не дает возможности забить свои ворота Мы видели, что они обыграли команду, наверное, две сильнейшие команды с атакующим потенциалом Это Торонто в семи матчах Где, конечно, активизировался Василевский Особенно последние две встречи, просто не дав ничего сделать То есть Флориды, Флорида самая сбивающая команда Мы видим, что они большинстве ничего не могли вообще сделать И бросая басок, все равно там бросков-то было много И такое ощущение было уже в последних матчах Флорида Что они просто нападающие И просто уже не верили в то, что они могут забить Василевского Он просто их подавил морально Максим, это еще, знаешь, что важно здесь стоять на кону То, что Канада не выиграла Кубок Стэнли с 93-го года И за Эдмонтон сейчас, по сути, должна болеть вся Канада Потому что они могут прервать эту серию Я видел прикольную картинку в интернете Знаешь, такой график потребления воды в Эдмонтоне Знаешь, вот такой И вот когда никто там не пьет, не включает воду В ванну там не моется И такой перерыв, перерыв, скачок Дальше Да, второй перерыв, хоп, скачок Это хоп, скачок То есть весь город смотрит хоккей То есть это говорит о том, что Насколько вот поддержка вот этого Я не уверен, что Эдмонтон выйдет в финал Ой, Эдмонтон выйдет в финал Кубка Стэнли Вообще Ну, ребят, ну, это самое, у них, как это, горе от ума хоккейное, да Перебор звезд определенный был И продолжается до сих пор Плюс, опять-таки, я повторюсь, они все в одну корзину сложили Ну, Калгари они обыграли Ну, Калгари, это Калгари Мы хвалили, хвалили, что такая ровно сбалансированная команда Слушай, а там будет Вася, а у Вася в порядке Меньше одной шайбы за мальчик в среднем Нет, тогда же в финал не выйдет Ну, ладно, у Вася меньше одной шайбы пропускается в среднем за матч Ну, хорошо, пусть они забьют в три раза больше, Эдмонтон великий То есть, это будет две шайбы Что, Тампа две не забьет? Вратарю, который сейчас есть у Эдмонтона Добавь, Сергей Да, вратарь там слабое место, да Еще на Эдмонтон не вышел в финал, правильно? Там, вакина, кого, получается, на Колорадо попадают По серии, по паре Колорадо-Сент-Луис Сент-Луис может быть даже хуже Для Эдмонтона, может быть, хуже даже Сент-Луис Потому что там опыт кубка Понятно, кто хуже Да Помните, я говорил про Макинона, который там постоянно страдал и возмущался после вылетов его команды Когда, в принципе, их всегда ставили Колорадо, одних из фаворитов на розыгрыш Кубка Стэнли И вот, казалось бы, в прошлой встрече он уже сделал все, что можно Чтобы уже закончилась эта серия с Сент-Луисом Хэт-трик и забросил такую великолепную шайбу, когда всех обыграл там за две минуты до конца матча Казалось бы, уже все Сент-Луис и Колорадо должны уже были играть в финале конференции Но нет, там Сент-Луис активизировался Им тоже помогает этот Кубка опыт Мы тоже говорили уже, потому что в команде достаточно игроков сохранилось с того Кубка Стэнли Поэтому я думаю, что даже если кто-то, ну, в любом случае, одна из этих команд будет У Эдмонтона будут большие проблемы в полуфинале, в финале конференции Так что я думаю, что там не так все просто будет Но и Тампе будет непросто Каролина великолепно проводит этот регулярный чемпионат И провела здорово играть в плу-офф Рейнджерс, на самом деле, держится на шестеркине Там шестеркина очень Я считаю, что благодаря ему Они прошли во второй раунд И сейчас вот дают бой Каролине Но я думаю, что все-таки две игры Нью-Йорк вряд ли выиграет При всем при том Ну, думаю, что все-таки, наверное, Каролина додавит И тут тоже будут у нас сумасшедшие Сумасшедшие эти Полуфиналы нас ждут При том, что Каролина, если будет седьмой матч Будет играть на своем поле Они пока все матчи Ни разу не проиграли Да, у меня такое ощущение, что там, насколько я знаю Там хозяин такой Жмотливый Может, они специально стараются побольше матчей дома сыграть Чтобы заработать на них Потому что они на выдержке Ну, вот последний матч они выиграли У Нью-Йорка Вообще просто в одну калитку Там даже этот тренер Джерар Голланд признал Что, говорит, ну, вообще, это наш слабейший матч Там есть шестеркин Там просто без вариантов Три-один они проиграли Рейнджерс проиграл То есть, мне кажется, Каролина с таким запасом играет А что в гостях у нее, куда все это улетучится Я вот это не могу понять Мне кажется, Каролина гораздо на больше способна Такое ощущение, что они специально этот седьмой матч вытягивают Сядут дома, чтобы побольше заработать Так или иначе Кстати, я поймался на такой мысли Возвращаясь, кстати, к нашей прошлой передаче Которая была посвящена международному хоккейу Чемпионатам мира Изоляции хоккейной России Я там как раз смотрел цифры Так совпало Там делал профайлы легенд Там 100 великих Там Махолич, например, там Микита 50 лет же будет в этом году суперсерия Великой И, знаешь, понятно, что там для меня это даже Я там родился уже после того, как она прошла Я не видел вот этих матчей Ну и что уж говорить там об этом поколении Там о наших детях Для них это не просто такой пустой звук Это для них ничто Они не могут представить, что такое там суперсерия 72 Это помнят только там люди, которые Вот там смотрели по телевизору Как Виталий Ты прожила, ты представляешь И я к чему говорю Нет, это московская серия А, московская Там вся в записи была И я к чему говорю, дорогие друзья Чтобы вы понимали, какой была суперсерия 72 Это все равно, что сейчас Сейчас Вот сейчас в условиях изоляции Через год, через два Там через какое-то время все это раскупорится И получится, что сборная России Составлена из сильнейших хитеистов Вообще, которые есть Которые только возможны Там, чтобы травм не было Чтобы никаких условностей Все бы собрались Овечкин, Малкин, Кучеров, Панарин Капризов, Радулок Ну, Радулок, если он будет в тонусе Василевский, как Третьяк современный Вот все-все-все-все-все сильнейшие собрались И со стороны канадцев собрались бы Все-все-все сильнейшие Макинон, Макдэвид Кто там еще есть? Ты клонишься к тому, что забить на ИХАФЕ Нет, нет, нет А почему нет? Дай мне договорить мысль Я же пасек принял Я говорю к тому, что собрать вообще всех-все-все-все сильнейших На четыре матча уехать туда Сыграть один матч в Монреале Один матч в Торонто Когда? Вот в этом году? Через 50-летие серии? Да блин, ты не понимаешь, что мысль? Я просто пытаюсь объяснить людям Что такое была суперсерия 72 тогда По меркам того, как это сейчас происходит Потому что это невозможно собрать даже на Кубке мира Такого Потому что это будет 8 команд в одном городе Там опять круговая система А я говорю именно о серии И вот сыграть с канадцами Четыре матча там И самое главное, четыре матча в Москве Ну там, где там на парке Легенд Представляете, какой был бы взрыв Интересов к хоккею Потому что все говорят Суперсерия тогда, это был совсем другой мир Не было интернета Ну тогда было это как полет в космос Дай мысль закончить Сейчас это будет такой же полет в космос За этим следили бы все Об этом писали бы все Это был бы очень сильный прорыв в хоккее Так вот Я просто опять говорю про дуэль Василевского Против Макдэвида Но в другом ракурсе И вот представь себе Вот если бы такая суперсерия состоялась Четыре матча там, четыре здесь Ну проецирует то, что было 50 лет назад Какой был бы интерес И как бы сыграли эти две сборные Кто стал бы Полом Хендерсоном Выиграли бы Канадцы на последних секундах Был бы такой же накал Или это действительно я преувеличил Нет, ну это вопрос слишком умозрительный Потом ты не уточнил, когда все-таки В этом году В августе В этом Ну через год, через два Когда там Виталик, я тебе так скажу Когда это станет возможным На пенсии будут не только Овечкин с Малкиным Но и Капризов с Макдэвидом Ну да, но все равно Мы же фантазируем В каком-то смысле Нет, я как свете хочу уточнить Что с той серии с 72-го года Было не так все просто Она же начиналась практически летом 2-го сентября И по-моему, тогда проходила Олимпиада Ну я-то тоже фанатил хоккеем, футболом Там в советском спорте было несколько заметок Но этот матч я не смотрел Первый Он, по-моему, в 10 утра Или в 12 утра начался Естественно в записи Но после того, как наши выиграли 7-3 Чего никто не ожидал И как будто этот матч, по-моему, повторили Потом еще вечером Его показали утром И вечером показали 2-го сентября Тогда вот он действительно Вся страна заболела вот этим Серией И все уже не пропускали ни одного матча А вот что случилось в Москве Конечно, все были потрясены Вот это Хамсом И мы никогда такого не видели Что вот Как начали бить Харламов Я же тебя прошу не вспомнить Что было Нет Я прошу тебя пофантазировать Как бы сейчас было Я понимаю Сначала не было такого интереса Потом все то Не была бы заинтересована Инхайл Не была бы заинтересована Такой серией сейчас Потому что Инхайл Это не нужно Я понимаю Эта серия не состоится никогда Но я говорю про то Чтобы пофантазировать Как это было бы Что было бы Сергей, вот ты как думаешь Просто сейчас что фантазировать Если это Такую серию Я думаю, что Это В ближайшее время Это вряд ли возможно Но я думаю, что Ажиотаж был бы невероятным Тем более, что Есть Исполнители И звезды С обеих сторон У Канады Это само собой понятно Но и в России сейчас Правда, конечно С каждым годом Если это откладывать Все сложнее было Потому что Овечкин, Малкин Не молодеют А это такие Важнейшие игроки Но, конечно У нас же Помимо них Есть еще и такие Великолепные игроки Как того же Василевск назвали Там целая плеяда Это Кучеров, Капризов Панарин То есть В принципе Мы можем Очень звездную команду Собрать И я думаю, что Тем более Мы сейчас Сейчас все соскучатся По играм сбора Потому что Мы видим Что в этот чемпионат мира Мы уже пропустили И возможно И следующий Может еще Конечно Будет ажиотаж Был бы невероятный Но опять же Мы понимаем Что пока Это все только фантазии Вообще Последний раз Именно серия Россия-Канада Играли в 87-м году Когда Они играли Финал до трех матчей Кубка Канады И было действительно Что-то фантастическое 6-5 выиграла Сборная СССР Первый матч До двух Подожди До двух побед Три матча 7-6 Все три матча По-моему 6-5 5-6 5-6 Сергей Все одинаково Сергей Мы потому что Привыкли к тому Что Играет сборная Именно в турнирах Каких-то Финал Ванкувер Не Ванкувер Четвертьфинал То есть Финал Чемпионата мира Квебек Но Если бы была серия Из восьми матчей Был бы шанс у России Обыграть Самых-самых Звездных канадцев Серия Шанс есть всегда Надо верить Тем более С такими С такими вратарями Которые у нас сейчас Мы уже говорили Про Василевского Давайте не будем забывать Про Шестеркина И того же Бобровского В принципе У него Он тоже Высочайшего уровня Вратарь Ну конечно Канадцы фавориты И там Безоговорочные фавориты Но в то же время Шанс есть У нас есть игроки Которые могут дать бой Поэтому Я думаю Что мы могли бы дать бой И Максим Очень похоже Именно представляешь Что там канадцы Приезжают В изоляции Для нас там Придел мечтаний Сейчас играть с белорусами Но приезжают канадцы Макдэвид Идет по Красной площади И вся такая пресса И токсичная Такая канадца Приехала О Макдэвид В желтых Там брюк идет А вы представляете Чтобы им потом Один вопрос Да Кто тренер У нашей сборной будет Кто тренер Да Кто тренер Был же тогда Скандальчик И тогда Тарасов и Чернышев Ушли Бобров И считали выскочкой Это все равно Что сейчас Сменить Знарка На Жамнова Да нет Но там Все было Просто очевидно Они сказали Что до Олимпиады Саппор Что они уходят Там никакого Не было Не знаю Вот Тарасов Был бы Жамнов Жамнов Федоров Игроки Из той сборной Говорят Что на собрании Перед началом Олимпиады Саппора 1972 года Они предупредили Чернышев предупредил Что мы после Игр уходим Сборной Может быть Надеюсь Что их спорткомитет На коленях Приползут А они не приползли Был бы как раз Тот штаб Который в Пекине Работал Как раз он идеально НХЛ То есть там были бы Гончар У меня бы другой Скорее был бы вопрос Хоть один игрок Из КХЛ попал бы В сборную России Я думаю Нет Наверное нет Вот ты говоришь Кто бы выиграл Ну я сейчас говорю Смотри Макдэвид там Разрывает один А у них таких Макдэвидов Там штук шесть будет Причем Не знаю У нас защита Проседает У нас защитников Такого нет Качества Как нападающих Вратари есть Вратари есть Это очень здорово Прокачало бы Мировой хоккей Я же напомню Что в 72 году Канадцы Они играли не только с нами Они же заехали еще По пути туда в Швецию Сыграют два матча А на обратном пути Заехали в Чехословакию В Прагу Сыграют тоже матч 3-3 сыграли Еле спаслись На последней минуте Первых четырех матчах Они были распространены Конечно Потом-то они настроились Мы их там порвали С чувством Подготовки Конечно А кстати Это мысль Ребята Ну ладно Турниры сборных Это тяжело А помните У нас же были клубные серии Каждый Новый год Мы смотрим Голубой огонек Это самое интересное было Да Потом мы садимся После Нового года Все нормальные люди спят Ненормальные тоже спят А болельщики смотрят Прямой хоккей Ну это как раз вопрос к тому Что если С одной стороны ИХФ продолжит Там Россию остранять А с другой ИНХЛ Как А при чем тут ИХФ Если ЦСКА Монреаль Канадин Сыграют На Новый год Если посчитаешь Что его продукты Это нужно То такая серия Могла бы быть Чисто только из-за этого Хотя бы начать с клубов Так что сборная Крайне тяжело А вот хотя бы начать с клубов А почему нет Я понял Вернемся на нашу землю В наши дни Помечтали И завершаем передачу Вопросом Кто выиграет Кубок Стэнли Прямо сейчас И почему Недолгие размышления Виталий Будет переигрывать Смену Опять надеюсь Что нет Кто выигрывает Хет-трик я жду Хет-трик Потому что там С чем была проблема Триплет Они называют Триплет Триплет Дуплет Триплет С чем была проблема В стартовых сериях У них не было мотивации В матчах сторон Мотивацию поймали В седьмом В седьмой игре Получили мотивацию Сейчас даже Тренеры говорят Они такое ощущение Что они никогда В жизни этот кубок Не выиграли А мечтают об этом Всю жизнь И вот как они играли Последний матч Два последних матча С Торонто Василевский Вся команда играла Обратили внимание Переиграем Может смену Не перепутать С Ларидой С 4-0 Никто ожидал Что они в сухую Обыграют Никто Даже мы забыли Что поинта нет Нет ведущего центра Лучшего снайпера Плэвт Двух последних сезонов Который В большинстве Особую роль имел Там с дальнего пятака Все время завершал И никто Этого не заметил Смотрите Они справились Прекрасно без него То есть У них командная игра Отлажена великолепно Все лидеры В порядке Кроме поинта А главное У них мотивация Потому что Я уже об этом говорил Они реально могут Не просто войти в историю Они могут войти в вечность Потому что Как правильно сказал С 82-го года После Алендерс Никто три раза Подряд Кубок сегодня не выиграл А тем более Сейчас Когда все подровнялось Ты не можешь Звезд купить Ты можешь выиграть Только за счет командной игры Поэтому Вот сейчас На данный момент Ну вот вы можете Со мной поспорить А кто может противостоять Я вот пока не вижу Я тоже Если они на таком уровне Будут играть А я не вижу Никаких предпосылок Что они будут Этот уровень снизить Тем более сейчас Отдохнут Все восстановятся А главное Вася Вася вернулся Ты тоже на тампу стоишь Однозначно Ребята Ну с Васей пропускаешь Меньше шайбы За матч в среднем В плей-офф Ну там Остальным ловить Нетю Макдэвиду кстати тоже Он нервно курит в углу Нервно курит в углу Сергей Твой прогноз Ну то как тампо Провела первые два раунда Да Банально Не банально Я думаю что все-таки Они сейчас главные фавориты Потому что они Две очень мощных команды Им попались Им попалась Торонто И Туфоридов Которые наверное Сильнейшим атакующим потенциалом Да Наверное Наравне с Эдмундом Опять же Эдмунд Это одна тройка Которая просто Ну зато какая И все-таки Кубковый опыт Никуда не делся И в воротаре Это конечно Бывает полкоманды А в случае с Васильевским Тут и все 70% От команды То что он творит Я думаю что все-таки Наверное Главный фаворит Все-таки тампо Я добавлю Вот я лично Не могу представить Как можно выиграть Кубок Стэнли С воротарем Сорокалетним воротарем Смитом Вы можете такое представить Вот тогда будет действительно Если это случится То есть Магдэвит Отправляем в космос И ставим ему памятник Это лучший игрок В истории хоккея Навсегда Слушай Ну у нас же Магнитка чуть не выиграла Сорокалетним кошечки Ну извини Он олимпийский чемпион И что ты А Смит-то кто он такой Болельщики пишут Постоянно мне кстати В комментариях Что им страшно Когда Смит выходит из воротарем Страшно Но и при этом Я был тотально уверен Что Маркстрим Этого Смита переиграет А страшно почему Что рассыпят Косячить Косячить Шайба может выбросить Нормально Заблудиться Отдать сопернику В этом смысле Как Байден Я Как вчера В финале Не помню в каком матче Вышел ты Так хорошо На ключику дал Американец Американцу По-моему Я прогнозировал Как раз Опять же Видео на канале РБ Хоккей Вы найдете Про то Что выиграет Тампа Это было еще До старта первого раунда Молодец Молодец Кэфчик там Порядка 8-9 Ого Так что можете найти Посмотреть Но я еще не молодец Еще Тампа не выиграл Ну по крайней мере Мы все согласились Что главный претендент Да Посмотрите Еще раз Можете пересмотреть Кстати передачу Почему бы и нет Оставляйте комментарии Виталий придет Максим Лебедев Мы может быть С Сергеем Ответим наши вопросы Тоже лайки Подписки Будем продвигать Наш канал И отдельно Для людей Производящих Спортивную атрибутику Присылайте нам Присылайте нам Можете мне в телеграм Написать Мы спокойно Примерим ваши футболочки Сергея И ему вышлем Где он находится И почему бы нам Не продвигать Спортивную атрибутику Например Максим Торпеды 3XL Тебе 5XL Или 2XL Разберемся Чем больше Тем лучше Да Вот такая у меня была Концовочка Спасибо что были с нами И ждите новых передач Смотрите НХЛ Это всегда круто Пока-пока Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok